сегодняшнее видео появилось благодаря моим подписчикам на гости патреоне я предложила вам 4 темы и вы выбрали эту в 1877 году бывший губернатор калифорнии и будущий сенатор соединенных штатов лиланд стэнфорд тот самый который основал стэнфордский университет поспорил с двумя своими приятелями о том отрывает ли лошадь все четыре ноги от земли когда скачет голуба на тот момент никто точно этого не знал на глаз это определить сложно лошадь бежит быстро и много пылит большинство людей считало что лошадь даже когда она несется вскачь в каждый момент времени она хотя бы кончиком копыта касается земли это то как рисовали лошадей все художники того времени так вот стэнфорд поспорил на 25 тысяч долларов что это не так он был очень богатым человеком он был мультимиллионером он разбогател на железных дорогах и спекуляции недвижимостью и стэнфорд не пожалел еще 40 тысяч на то чтобы провести серию экспериментов доказывающих его точку зрения эксперименты стэнфорд проводил не сам он пригласил известного фотографа эдварда мойбриджа который провел эксперименты в поместье стэнфорда в полуальто для этих экспериментов был построен специальный трек это была такая длинная прямая дорожка с одной стороны огороженная белой стеной для контраста а по другую сторону мойбридж поставил 12 фотокамер на одинаковом расстоянии друг от друга это были фотокамеры с самым быстрым на тот момент возможным спуском затвора и к затвору каждой камеры была привязана нитка которая была протянута поперек трака когда лошадь бежала вдоль дорожки она разрывала эти нити и поочередно спускала затворы фотокамер и таким образом были сделаны 12 последовательных снимков через одинаковые промежутки времени которые фиксировали лошадь в движении в разных фазах движения это было сделано не сразу понадобилось несколько экспериментов но в конце концов мойбридж сделал 12 кадров скачущей лошади в разных фазах ее движения и эти снимки наглядно доказывали что лошадь действительно в какой-то момент зависает в воздухе шум поднялся колоссальный эти снимки были размножены и в какой-то момент они стояли на каминной полке у каждого уважающего себя лошадника ученые были в восторге художники были глубоко возмущены и говорили что камера лжет и что этого не может быть но тем не менее стэнфорд выиграл спор а мойбридж демонстрировал повсюду своей серии фотографий скачущих лошадей и в какой-то момент он догадался наклеить их на уже существовавшую в тот момент в общем-то детскую игрушку это был круг на который наносились рисунки мультипликационных персонажей в движении когда вы вращали этот круг то казалось что эти фигурки движутся и мойбридж сделал то же самое только вместо рисованных картинок он поместил на сегменты круга фотографии скачущей лошади и в следующее десятилетие фотографы всего мира как и держимые пытаются изобрести устройство которое бы фотографировала движущиеся фотографии то есть делало то же самое что 12 камер мойбриджа но желательно чтобы это был один аппарат то есть они пытались изобрести кино и до последнего времени считалось что в конце концов это удалось томасу эдисону в америке и братьям люмьером во франции эдисон и люмьеры считаются изобретателями кино эдисон сделал первый функционирующий киноаппарат он назывался кинетоскоп а братья люмьеры усовершенствовали его и фактически изобрели проекционное кино которое можно было показывать на экране так вот в последние годы их первенство начинает оспариваться потому что всплыли факты о том что на самом деле киноаппарат изобрел другой человек он был французом его звали луила прэнс он изобрел киноаппарат за несколько лет до томаса эдисона но его загадочная трагическая судьба его внезапное исчезновение вместе с документами которые подтверждали его авторство эффективно вычеркнула его из истории кинематографа из истории вообще и сейчас практически никто не знает этого имени луилы прэнс но именно он был отцом кинематографа луила прэнс родился в меце во франции в 1841 году в семье майора офицера наполеоновской армии и его отец был близким другом месье дагерра луи дагерра того самого который изобрел дагерротипию одну из первых разновидностей фотографии и маленький луила прэнс был хорошо знаком с дагерром и тот обучал его фотографии и основам химии и основам фотомастерства и когда луила прэнс вырос и закончил школу он решил получить очень своеобразное образование сначала он учился изобразительному искусству в париже а потом он поехал в лейпциг и поступил там университет изучать химию и физику то есть он был образован как художник химик он готовился к тому чтобы стать профессиональным мастером фотографии после окончания университета ла прэнс уезжает в англию по приглашению одного из своих университетских товарищей фактически тот предлагает ему работу в семейном предприятии и ла прэнс приезжает в англию в лидс где начинает работать на предприятии которое выпускало металлическую посуду там ла прэнс знакомится с сестрой своего друга ее звали лиз лиз уитни и лиз и луи полюбили друг друга и поженились и молодая пара открывает свое собственное дело дело в том что лиз тоже была профессиональной художницей и лиз и луи открывают первую в стране техническую школу прикладного искусства то есть фактически они были владельцами техникума в котором они обучали молодых людей искусству нанесения изображений фотографических изображений на различные материалы на металл и на керамику фактически они делали цветные отпечатки фотографий на посуде это было их ноу-хау не то чтобы они изобрели этот процесс но они его в значительной степени усовершенствовали и их школа начала выпускать серию украшенных фотографиями предметов быта и они были очень успешны они были знамениты в великобритании им делали заказы высокопоставленные лица вплоть до самой королевы виктории и членов кабинета министров их бизнес развивался очень хорошо 1881 году луила прэнс переводит семью в соединенные штаты и там он начинает увлекаться как и все фотографы того времени идеей создать аппарат который фиксирует движущиеся картинки и результатом его работы было изобретение очень смешно выглядящий фотокамеры с 16 объективами эти 16 объективов были синхронизированы таким образом что они делали последовательные снимки фактически они делали то же самое что делали 12 камер мой бриджа только это 12 камер были заключены в один деревянный ящик с помощью этой фотокамеры которая между прочим была запатентована в соединенных штатах 85 году луила прэнсу удается создать очень коротенькие 16 кадровые кинофильмы они были глубоко несовершенны сам факт того что съемки производились 16 объективами которые располагались под разным углом к объекту съемки делали саму дорожку очень дерганой ну и в целом это было конечно несовершенное творение и тем не менее это был первый прототип кинокамеры на самом деле это еще не была кинокамера это все еще был своеобразный фотоаппарат делающий серии снимков но в 1887 году луила прэнс возвращается в великобританию и там в лице он начинает работу над камерой которая имеет один объектив но она способна делать серию снимков в тот момент это было большое техническое новшество тогдашние фотокамеры были просто очень медленными чтобы иметь возможность делать поочередные снимки так как делают современные фотокамеры когда вы просто нажимаете на спуск и камера делает трататататататататата серию снимков тогдашние фотокамеры были медленными вы делали один снимок на фото пластинку после чего камеру нужно было перезаряжать это был долгий процесс камера луиллы прэнса работала с фоточувствительной лентой бумаги которая проходила позади объектива и сматывалась с одной катушки на другую ее объектив был снабжен заслонкой которая срабатывала через определенные промежутки времени, создавая отдельные кадры на этой ленте фотобумаги. Эта фотобумага скручивалась с одного рулона на другой при помощи ручки, которую крутили вручную. То есть фактически Луила Прэнс создал первый настоящий киноаппарат. 14 октября 1888 года, запомните эту дату, это важно. Луила Прэнс испытал свою новую камеру и он снял очень коротенький документальный фильм, в котором члены его семьи топчутся по саду. Я понимаю, что с современной точки зрения это не выглядит очень впечатляюще, но это был первый в истории человечества документальный фильм. Всего сохранилось три фильма, снятых Лу Прэнсом на эту камеру. Сцена в саду, мальчик играющий на гармошке, это младший сын самого Лу Прэнса и коротенькие съемки городской улицы. На самом деле это мост в Лидсе, где вы видите обычный городской трафик. Эта камера с одной линзой была запатентована во Франции и Великобритании. И Ла Прэнс пишет своей жене, которая в этот момент живет с детьми в Штатах, что осенью он собирается прибыть в Соединенные Штаты, где он организует публичную демонстрацию своей новой камеры и он будет патентовать свое изобретение в Соединенных Штатах. Но перед поездкой в Соединенные Штаты Лу Ла Прэнс решает навестить семью во Франции и он едет в Дижон к своему брату Альберту. Он проводит с Альбертом три дня, после чего тот сажает его на скорый поезд из Дижона в Париж. В Париже Ла Прэнса ждут друзья, с которыми у него тоже есть какие-то дела, после чего он поедет в Англию, заберет аппарат и увезет его с собой в Америку. Такой был план. Но компания друзей, которые дожидались Лу Ла Прэнса на Парижском вокзале, так его и не дождалась. Он уехал из Дижона и не приехал в Париж. Он исчез по дороге вместе с чемоданчиком, в котором содержались все документы, необходимые для патентования его изобретения в США. Исчезновение Лу Ла Прэнса было исключительно загадочным. Его брат посадил его на поезд. Он не просто привез его на станцию и сбросил там. Он его физически посадил в вагон и он сказал, что они еще некоторое время переговаривались через окно до тех пор, пока поезд не тронулся, после чего он помахал ему рукой. И Луи уехал в сторону Парижа на экспрессе. Это был поезд экспресс. Он ехал до Парижа без остановок. И в Париж он не явился. Вероятность того, что друзья пропустили его на станции в Париже, тоже очень невелика. Луила Прэнс был высоченного роста. Он был выше метр девяносто. Это была такая колонча плюс цилиндр, которая возвышалась над толпой. Не заметить его было или пропустить его было очень трудно. Дело исчезновения Луила Прэнса расследовала французская полиция, а также его многочисленные друзья и родственники тоже не сидели сложа руки, его искали по всей стране. Не нашли ни его, ни его документов. Были опрошены пассажиры поезда. Никто не заметил ничего необычного. Прошли вдоль всего пути, не нашли мертвое тело вдоль рельсов. Вероятность, что это был несчастный случай, сводилась в общем-то к нулю. Со всей очевидностью, если Луила Прэнс исчез, то он исчез или по своей воле, или это было преступление. Разумеется, в первую очередь подозрение пало на его брата Альберта. Самым простым решением загадки было бы, если бы Луила Прэнс просто не садился на поезд и Альберт соврал. Но не было никаких свидетельств того, что между братьями были какие бы то ни было конфликты и что Альберт имел бы хоть какую-то выгоду от исчезновения брата. Версия добровольного исчезновения или самоубийства тоже не выглядела очень правдоподобной. По показаниям всех, кто его знал, Ла Прэнс не испытывал никакой тяги к самоубийству. Он был в прекрасном настроении, он был полон оптимизма по поводу его будущего. Он рассчитывал запатентовать свое изобретение, которое должно было принести ему много денег. Вообще, его материальное положение было уже вполне благополучным, он не нуждался в деньгах. Но после патентования его аппарата Ла Прэнс рассчитывал получить большие барыши. Он с оптимизмом смотрел в будущее. Не было никаких причин для него не покончить с собой, не загадочно исчезнуть из жизни. В семье у него тоже было, в общем-то, все в порядке. Они с женой жили душа в душу, были очень близки. У них было шестеро детей, которые обожали отца. Никаких личных причин для исчезновения у Лейлы Прэнса тоже, по всей видимости, не было. И поэтому версия преступления не случайного преступления, не случайного нападения какого-нибудь бандита, который позарился на портфель хорошо одетого господина. Нет, версия заговора конкурентов становится все более и более весомой. Тем более, что Лиззи Ла Прэнс, его жена, всегда настаивала на том, что Томас Эдисон стоял за исчезновением ее мужа. Потому что после его исчезновения он не сразу стал считаться покойным. Он считался пропавшим без вести в течение семи лет по тогдашним французским законам. И в течение этих семи лет все его патенты были заморожены. Его семья, не его вдова, не его сыновья не могли воспользоваться его патентами. Они не могли начать ни производство камер и никакую коммерциализацию его изобретений. За эти семь лет вот что произошло. За это время Томас Эдисон запатентует свой кинетоскоп, который станет первым киноаппаратом. И Томас Эдисон будет считаться отцом кинематографии. Он начнет выпуск кинетоскопов и он откроет первый салон, в котором люди могли за плату посмотреть движущиеся картинки. Правда смотреть приходилось каждому человеку в отдельный аппарат. Никаких кинозалов тогда не было. И за это время имя Луилы Прэнса было фактически забыто. Про Луилы Прэнса вообще бы так и не вспомнили, если бы в 1889 году Эдисон не затеет в очередной раз судиться с людьми, которые с его точки зрения нарушают его авторское право. Пару слов о Томасе Эдисоне. Эдисон остается двойственной фигурой в истории. С одной стороны, никто не сомневается в том, что он был очень талантливый человек, очень способный инженер-изобретатель. Эдисону принадлежит более тысячи патентов, зарегистрированных в Соединенных Штатах, и еще более 500 не было по какой-то причине зарегистрировано. Эдисон изобрел кучу всего, начиная от фонографа, то есть устройство, первое устройство, которое записывало звук, и кончая электрической лампочкой. С другой стороны, сейчас все чаще и чаще слышатся голоса, которые утверждают, что Эдисон был очень хорошим бизнесменом и промоутером, и он не столько изобретал вещи, сколько приписывал себе чужие изобретения. Очень часто Эдисон не изобретал вещи с нуля, а, например, он делал усовершенствование уже изобретенных вещей, как, например, произошло с электрической лампочкой. Лампочки накаливания изобрел англичанин по фамилии Слон, но эти лампочки у Слона перегорали практически мгновенно. Эдисон придумал делать эти лампочки из других материалов, и в результате он сделал их функциональными. Лампочки Эдисона можно было использовать в быту. Это один из примеров того, как Эдисон не изобретал на пустом месте, а совершенствовал чужие изобретения. Но иногда Эдисон предписывал себе изобретения, которые были сделаны его сотрудниками. Дело в том, что Эдисон, что он действительно сделал, он был выдающийся бизнесмен и организатор, и он создал то, что можно назвать современным языком первый в истории бизнес-инкубатор. Он открыл в Нью-Джерси фабрику изобретений. Он просто нанимал талантливых людей и платил им зарплату за то, что они придумывали новые вещи, придумывали изобретения. Эдисон участвовал в их разработке, после чего он, в общем-то, приписывал себе все изобретения из этой фабрики. Многие люди считают, что это не Эдисон изобрел кинетоскоп, а его сотрудники Грин и Диксон. И то, что Эдисон был чрезвычайно неразборчив в средствах, когда он боролся со своими бизнес-конкурентами, это тоже хорошо известный момент. К примеру, я хотела сделать видео о так называемой войне токов. На самом деле, это была война промышленных стандартов. Томас Эдисон и Никола Тесла боролись за то, какой из способов электрифицировать дома станет доминировать в Америке. Томас Эдисон стоял за постоянный ток, и Никола Тесла предлагал технологию на основе переменного тока. Их конкуренция называлась войной токов. Это была интересная страница в истории Соединенных Штатов и технологии в целом. И Эдисон в течение этой борьбы применял, ну прямо скажем, не слишком-то этичные методы, чтобы опорочить технологию Теслы. К примеру, в течение этой борьбы, как минимум, одна цирковая фланиха была казнена при помощи электричества. Если вам интересна эта страница в истории, напишите внизу, я сделаю отдельное видео. Или из-за Эдисона и его склочного характера, потому что во второй половине своей жизни он только тем и занимался, что он судился с людьми, которые с его точки зрения покушались на его интеллектуальную собственность. Стоило кому-то изобрести что-то, что хотя бы отдаленно напоминало какое-то запатентованное изобретение Эдисона, он немедленно тащил их в суд. И в результате Эдисон стал невольной причиной возникновения Голливуда. Если вам интересна эта тема, тоже напишите в комментариях. Поэтому то, что Томас Эдисон мог пойти на крайние и не вполне чистоплотные меры, чтобы устранить своего бизнес-конкурента, это в принципе возможно. Нет никаких доказательств, что Эдисон в прямом смысле слова приложил руку к исчезновению Луила Прэнса? Доказательств нет, но подозрения были. В течение второй половины своей жизни Эдисон только и занимался тем, что он судил людей, которые с его точки зрения нарушали его патенты. И в частности в 1898 году он судился с компанией, которая была основана его бывшим сотрудником. Его звали Виллиам Диксон и он работал над кинетоскопом. Еще до того, как кинетоскоп был создан, он был одним из тех, кто работал вместе с Эдисоном над разработкой кинетоскопа. После чего через несколько лет он уволился и создал свою компанию, которая делала фильмы. И Эдисон судил его, обвиняя в том, что он нарушает его авторское право, потому что патенты на кинокамеры принадлежат Эдисону и, соответственно, никто больше не имеет права их выпускать и получать на этом какую-то прибыль. Так вот, во время этого суда Диксон вызвал в качестве свидетелей вдоволье Прэнса Лиззи и его старшего сына. И они на суде показали, что их отец и покойный муж еще в 1888 году уже имел функционирующую кинокамеру и снимал на нее кино. И они продемонстрировали на суде. Вот этот фильм, сцена в саду, на которой старший сын Ла Прэнса, их знакомая и его тесть и теща на заднем плане гуляют по саду. И этот фильм было очень легко датировать, потому что теща Ла Прэнса, вот эта старушка в черном-белом чепчике на заднем плане, она скончалась через 10 дней после того, как был снят этот фильм. И об этом было свидетельство о смерти и могильный камень. Было очень легко доказать, когда был снят этот фильм. Он был снят не позже даты ее смерти. И это было за полтора года до того, как Эдисон запатентовал кинетоскоп. Что, в общем-то, с точки зрения здравого смысла и нас с вами, доказывает первенство Ла Прэнса, что Ла Прэнс первый изобрел киноаппарат. Но это не было достаточным доказательством для американского суда. И суд был решен в пользу Эдисона, а еще через несколько лет старший сын Ла Прэнса будет найден застреленным в лесу при совершенно загадочных обстоятельствах. Полиция сочтет, что это был несчастный случай на охоте или самоубийство. Но мы не знаем, что произошло. Лиззи Ла Прэнс, вдова Ла Прэнса, до самой смерти была уверена в том, что исчезновение ее мужа и гибель ее сына было дело рук Эдисона. Когда люди говорят о том, как плодовит был Томас Эдисон как изобретатель и о том, что он запатентовал более тысячи изобретений, они забывают обычно упомянуть об одной детали, что Соединенные Штаты Америки были страной чрезвычайно благоприятной для изобретателей, чье патентное право с самого начала, с зарождения США, было нарочно построено таким образом, чтобы сделать патентование изобретений как можно более дешевым и легким. Это было сделано отцами основателями Соединенных Штатов. В прямом смысле слова, это было совершенно рассчитанное сознательное усилие. Потому что, когда Соединенные Штаты откалывались от Великобритании, это была страна совершенно не технологическая. Это была едва-едва аграрная страна. Это была дикая страна. И отцы-основатели США прекрасно понимали, что их стране нужно сделать какое-то усилие, чтобы продвинуть технологии. И они создали патентное право, которое благоприятствовало изобретателям. В отличие от Великобритании, где для того, чтобы запатентовать свое изобретение, вам нужно было кошмарное количество денег, после чего нужно было оформить очень много документов. И, насколько мне известно, король должен был или королева дважды расписаться в двух местах на ваших бумагах. В США вы платили совершенно небольшую сумму денег, которая была доступна любому человеку с зарплатой, оформляли очень небольшое количество бумаг, которые шли в одно ведомство, после чего вам было разрешено немедленно коммерциализовать свое изобретение и, например, начать продавать лицензии. Если в Великобритании, чтобы получить патент, вы должны были доказать свою возможность немедленно начать производство, в Соединенных Штатах вы могли начать продажу лицензии, предоставить производство другим людям. Вы не должны были иметь завод для того, чтобы запатентовать какую-то вещь. В результате, начиная с 18 века в США начинают стягиваться изобретатели со всего мира, и в 19 веке это было уже общее место. Все люди, которые хотят жить изобретениями, которые хотят быть изобретателями, бегом бегут из Европы в Америку, как тот же Никола Тесла. И то, что в какой-то момент Ле Пренс почему-то покинул США и вернулся в Старый Свет, чтобы запатентовать там свою новую камеру с одной линзой, это очень интересное и странное поведение. Это нетипичное поведение для того времени. Все изобретатели ехали в США, а Ле Пренс почему-то уехал из США и запатентовался во Франции и Великобритании. Лизе Ле Пренс утверждала, что он это сделал, потому что он боялся, что его изобретение будет украдено. То есть, он серьезно опасался промышленного шпионажа. И на фоне этого поведения его исчезновение вместе с бумагами выглядит очень и очень подозрительно. Нет никаких доказательств того, что Томас Эдисон как-то приложил руку к исчезновению Луэлла Пренса. Если вы видели в интернете и будете сейчас мне писать в комментариях, что якобы в Нью-Йоркской библиотеке нашли тайный дневник Эдисона, где он прямым текстом утверждает, что он убил Ла Пренса, это фейк. Это неправда. Никаких доказательств этому нет. Но подозрения остались. И я вообще-то человек не склонный верить теориям заговора, но конкретно в этом случае я скажу, что заговор был очень возможен. Но к счастью в последнее время имя Ла Пренса снова начинает всплывать. И больше и больше людей узнают о его существовании и о его месте в истории развития технологий. И о том, что Луэлла Пренс был на самом деле человеком, которым создал первый киноаппарат. И это уже очень хорошо. По крайней мере он не исчез из истории. На сегодня у меня все. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. До свидания.